Они такие антисемиты. Они всегда ненавидели евреев. О каком народе я сейчас говорю? Эту фразу можно сказать о практически любой нации. Мне иногда приходится слышать от людей, что в какой-то стране не было антисемитизма. Как правило, это означает, что в последнее время, может быть, даже несколько веков не было антисемитизма. Но для нас, евреев, народа с многотысячелетней историей, пара веков – это мановение ока. Вам будет очень тяжело найти народ, который никогда не притеснял евреев. Если мы, евреи, хотим дружить только с теми, кто к нам всегда хорошо относился, то мы останемся без друзей. Если мы будем держать злобу на тех, кто нас раньше убивал, то мы должны будем держать злобу на весь мир. Сегодня есть страны и общества, где ненавидят евреев. Для того, чтобы успешно бороться с антисемитизмом, нам необходимо фокусироваться на них. А те, кто нас уничтожал раньше, зачем нам вести вчерашние бои? Нам хватает сегодняшних. Есть религии, которые веками подстрекали погромы, а сегодня являются друзьями евреев и Израиля. Есть религии, которые веками мирно сосуществовали с евреями и позволяли еврейским общинам в их среде процветать. А сегодня они хотят убить каждого еврея. Когда мы говорим об ответственности перед людьми, иудаизм не верит в коллективную ответственность. Дети не отвечают за проступки родителей. Если чьи-то деды убивали евреев, это еще ничего не значит. Мы должны смотреть на поведение и идеологию их внуков, которые сейчас перед нами. Если в какой-то стране убивали евреев, вы спросите, не значит ли это, что мы теперь должны относиться к ним с опаской? Да, должны. Поэтому мы должны относиться с определенной долей опаски ко всем. Деды почти каждого народа убивали евреев. Внуки некоторых из них продолжают, к сожалению, это делать сегодня. А некоторых нет. Для борьбы с антисемитизмом мы должны вести сегодняшние бои, а не бои прошлого. Я убежден, что подобный подход полезен не только для евреев, но и для других народов. Когда одна нация притесняет другой живущий среди них народ, или когда одна страна атакует другую, это, конечно же, ужасно. Но когда я слышу, что это создает вражду на века, или что из-за этого теперь поколения будут ненавидеть друг друга, это еще опаснее. Эти последующие поколения уже могут не помнить о причине неприязни, а вражда остается. Такие веяния создают межнациональные конфликты. Вы хотите, чтобы ваши дети выросли озлобленными, да еще озлобленными на кого-то, из-за того, что произошло, когда эти люди, которые те будут видеть, еще даже не родились? Когда какая-то нация гордится собою, бережет свою традицию, свой язык, это замечательно, и я всячески это приветствую. Каждый народ должен это делать. Когда одна нация начинает относиться с неприязнью к другим группам людей, вот это ужасно. Когда какая-то нация разъярена на тех, кто им причиняет боль сегодня, это совершенно понятно. Но когда из-за этого их дети начинают ненавидеть детей тех, это ужасно. Ужасно. Продолжение следует...